здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о психологических травмах психологическая травма это нарушение состояния или глубокая индивидуальная реакция которая осуществляется на какой-то эффект или значение которое вызывает глубокое психологическое напряжение с последствиями до которые вызывают стресс остро эмоциональное воздействие на какие-то неблагоприятных факторов и у человека образуются различные комплексы различные переживания которые будут отражаться на его жизнь на его здоровье на его детей близких работу сон то есть эти состояния они очень серьезные мы наблюдаем большое количество людей с психотравмами опять же не путайте с энергетическим блоками хотя энергетические блоки это лень страхи фобия но это патологические состояния до которые у человека возникают по каким-либо причинам бывают эти страхи фобии они как урок как испытание жизненно да то есть это вписано в энергетическую программу человека на тонком уровне когда же эти страхи фобия возникают на ровном месте то есть они приобретенные какие-то по каким-либо причинам человек просто психологически перенапрягся не справился с переживанием там ребенок умер там близкий человек погиб там травма автомобильная там утопление укусил какой-то там комар там человек заболел энцефалитом переболел вот то есть любой шок который несовместим с вашим восприятием это будет вызывать отторжение и потом начнутся определенные проблемы которые полностью блокируют вас и вы все время сосредотачиваетесь на этой проблеме там люди боятся врачей там до боятся стоматологов боятся покончить с собой мысли в голову какие-то неправильно приходят боятся отравиться там то есть человек живет накапливает какую-то информацию потом эта информация начинает на это человека влиять негативно человек не может эта информация согласиться человека изнутри постоянно идет борьба то есть человек как бы раздваивается и не может решить эту проблему сознание раздваивается то есть это все в основном проблема сознания проблема именно больше физического тела не души хотя душа тоже тесно связано с такими вещами если в программе этого не прописано у человека да то получается человек сам это все приобретает у него этого не должно быть и возникают различные травмы психологические да там скачки настроения там переживания человек самобичевание начинает заниматься занижается оценка самооценка человек очень критичен к себе и многие вот такие моменты они человека загоняют в тупик можно в каких-то случаях самому избавиться в других случаях когда человек уже не в состоянии то есть он истощен нет энергии человек неадекватно себя воспринимает естественно он обращается к специалистам психологам клиническим психологам психотерапевтам там психиатром различные методики есть как от этого избавиться что-то в любом помогает что-то не помогает потом начинают прибегать к фармакологии к таблеткам различным различные другие методы воздействия их очень много и когда человек загонять такие себе ситуации до которой он не может разрешить естественного человека на физическом уровне начинается проблема там человек плохо спит бессонница сердцебиение повышенное повышенное ратронное давление либо она скачет постоянно прыгает вот пугливость возникает какие-то хронические острые боли болезни которую человека есть они могут обостряться человек переживать начинает пытаться решить эту проблему кто-то пытается самую решить она еще глубже может усугубиться особенно когда есть дети когда люди в разводе особенно женщины они переживают что не смогут там детей на камень еще что-то то есть такие травмы как бы они постепенно нарастают человек обычно с ними справиться не может вот суетиться начинает мышечное напряжение возникает начинает и так далее и зачастую требуется специалист человек замыкается меньше с кем-то общается образуется чувство ненужности и так далее а есть несколько фаз вот когда такие вещи возникают то есть прошел и некий какой-то психологический фактор да некий некая реакция то есть первая фаза от 15 до допустим от несколько секунд до 15 минут может характеризоваться и вот эта реакция она характеризуется изменение восприятия масштаба времени и человек у себя начинает осознавать что произошло начинает перелом произошел да там или травма какая то то есть происходит снижение болевой чувствительности человек должен в такой ситуации поддаться инстинкту самосохранения да противостоять очень сложно этому конечно следующий этап уже идет острый эмоциональный шок от 3 до 5 часов вот этот шок у человека вызывает обострение внимания там увеличится скорость каких-то процессов психотропных вот психических процессов работоспособность увеличивается какая-то храбрость появляется и так далее потом процессы уже идут до трех суток психофизиологически то есть человек осмышляет переварит что случилось вот осознает масштабы трагедии стадии разрешения от 3 до 12 дней происходит и люди заявляют что в этот период стабильное настроение возникает улучшение какие-то самочувствия и так далее стадия восстановления после 12 суток идет вот человек начинает позитивно мыслить там общаться с окружающим миром вот то есть некое восстановление происходит и спустя месяц это уже стадии оставленных реакций то есть расстройство сна начинается какие-то страхи появляются психосематические расстройства там конфликтность так далее то есть вот вот эта последняя стадия как раз говорит о том что человек загоняет себя в некое состояние которое постоянно крутится в голове человек надумывает что вот там я теперь боюсь этого или я там не могу вот это совершить сделать там детские какие-то травмы очень сильно влияет на человека с детства это все остается кто-то там тонул боится плавать там кто-то там летать боится и так далее то есть все вот эти моменты они с чем-то связаны и когда вот эти моменты они скажем так приобретенные с ними можно и нужно бороться бороться можно самому с помощью традиционной медицины нетрадиционной медицины и с помощью сущности да когда вы обращаетесь контактера то есть люди которые этим занимаются как и мы начинают обращаться к сущностям и сущность сама все делает то есть преимущество таких консультаций они очевидны потому что когда через контактеры обращаемся один раз надо просить один раз не надо ходить как на работу к клиническому психологу нужно тратить кучу времени кучу денег там походы за рецептами там в аптеке там беготня время нервозность то есть так далее то есть современные методы лечения они находятся за грани понимания для традиционных врачей вот если это не жизнь урока не карма это все решается кого-то год занимает времени кота полгода у кого-то 23 даже года то есть когда такие серьезные травмы которые накопились и человек сам не в состоянии справиться ничего постыдно в этом нет что человек обращается и таким образом решает свои проблемы это нормально вот зато потом человек может духовно развиваться и двигаться вперед самостоятельно что как можно еще вопросы решить если человек ну пытается сам как бы да там никому не хочет обращаться естественно больше уходить на природу больше гулять вот на природе заниматься каким-то вещами которые отвлекают человека плавание там антон душ ванны и там до помогают когда человек медитирует ванны в воде доказать человек находится с интересными людьми которые его поддерживают да то есть понимают как он живет что он делает и движется дальше сами медитации йога помогает вот такие вещи очень сильно человека вытаскивают из таких вещей и таким образом человек хотя бы частично может избавиться таких состояний тема очень важно у любого даже у меня есть какие-то страхи боязни еще какие-то моменты и причем можно жить нормально и когда эти страхи где-то запрограммированы они могут вылезти в неподходящий момент я уже про это лекцию одну снимал но вот эти психологические травмы последствия это самое неприятное и плохо когда страдают окружающие дети страдают такими вещами мы занимаемся постоянно усиленно вот и постепенно человек выходит из этого состояния и потом естественно он ощущает на себе все вот эти прелести нормальной жизни когда можно радоваться обычным вещам когда нарушается сон да вот это тоже очень неприятно человек нормальный есть не может дать человек нормально работать не может человек не может общаться с людьми человек неадекватно воспринимает окружающее пространство кстати уже были случаи когда люди которые усиленно начинали развиваться причем с пеной у рта там у этих людей естественно с психикой изначально не в порядке было и они нашу информацию начинают резко переваривать вот уходит куда-то в дебри там да то есть когда сознание не готово люди не готовы как бы да то есть его нормального человека это все правильно работает когда у человека изначально есть психические проблемы он просто мир видит неадекватно неадекватно на все реагирует слишком эмоционально слишком чувствительным слишком восприимчив ко всему то есть с такими людьми да надо быть очень аккуратным вот и эти люди потом очень сложно возвращаются к нормальной жизни кому-то информация вообще не дается и просто нужно пока оставить ее в покое и даже дожить до этой информации чтобы ее можно было примерить на себя переварить и двигаться дальше есть такие люди которые не могут сожалению до сих пор скажем так переварить ее и принять пишите свои примеры какие страхи у вас были как вы от них избавились не избавились там кому обращались там вот что с вами происходило да что вы ощущаете в данный момент насколько это вам мешает не мешает что с вами происходит это очень интересно для многих людей и таким образом мы можем увидеть на примере вашей жизни что с вами происходит всегда на связи до свидания и удачи хорошего настроения